Первый адрес – дом номер 22 по улице Костюкова. Рабочие обновили, утеплили фасад, реконструировали кровлю, подвальные помещения, поменяли приборы учёта. Большинство вопросов, которые поставлены было по программе, я считаю, что выполнено полностью. Есть, конечно, маленькие погрешности, я думаю, это всё будет исправлено. Дому 44 года. На работы было выделено порядка 23 миллионов рублей. Завершить ремонт можно было бы и раньше, но главной проблемой стал доступ в жилые помещения. Больше всего проблемы создавались на технические работы. Доступ, помещения, многие жильцы не позволяли. Работы выполнены, закончены в срок, как и было договорено. Насколько качественно выполнены работы, проверяет специально созданная комиссия. В её составе представители ЖКХ и депутаты горсовета. Они представляют интересы жителей. Это первый объект, который предъявлен комиссией для приёма. Здесь не было отдельно по видам работ. Поэтому, в целом, конечно, дом сделан качественно. Кровля, конечно, выполнена качественно. Инженерные сети мы все проверили в подвале. Тоже все заменены. Важно, что дом будет тёплым. Единственный больной вопрос для жителей – благоустройство прилегающей территории. Но его тоже можно решить, если объединиться. Почему вы на вашем доме не создадите ТСЖ? Да вот… Вот надо подумать и создать ТСЖ. Вот мы все такие какие-то… Я уже говорила, мы какие-то пассивные. Вот я вижу, вы вот уже активны. Можно создать ТОС. Собственникам жилья действительно следует принимать активнейшее участие в проведении капремонта. Чем теснее сотрудничество с подрядчиком и региональным оператором, тем больше предложений жильцов будет учтено. Необходимо обращаться к разработчикам СМЕД, к муниципальным образованиям, представителям муниципальных образований. В данном случае, к представителям технического заказчика. И в рамках закона существует возможность корректировки СМЕД на документацию, включения дополнительных каких-то видов работ, которые обозначены в программе капитального ремонта и в жилищном кодексе. Следующим адресом приемки стал дом номер 13 по улице Макроусова. Работа здесь выполнена в полном объеме. Обновлены инженерные сети, отремонтирована кровля, преобразился фасад. На это выделено 17 миллионов рублей. Масштабные перемены оправдали ожидания местных жителей. Даже если сравнивать с другими домами, которые делают капремонт, я считаю, наш лучший. Потому что цвета яркие получились. Другие дома были немножко тусклые. А так, мне нравится. Жителям тоже нравится. Мелкие совершенно вопросы были, которые устранили. И все вполне довольны. Собственники жилья активно сотрудничали с подрядной организацией. С пониманием отнеслись к временным неудобствам. На этой неделе рабочие обещали установить скамейки и урны. Все сроки ремонта соблюдены. И здесь есть диалог. Собственники. Вот и старшие дома здесь доволены. Мы посмотрели, прошли. Ну, все виды работ сделали качественно. Напомним, по региональной программе в Белгороде в этом году капитально отремонтируют 44 многоквартирных дома. Общая стоимость работ составляет почти 600 миллионов рублей. Процент выполнения по капитальному ремонту в городе Белгороде составляет 80%. Осталось самое основное сделать. Это три кровли на больших домах, крупные. И инженерные сети. Фасады мы подходим к концу. Сейчас у нас остались небольшие недоделки. Это по цоколям. То есть они производятся после укладки от мостки. А так, в принципе, планируем к 30 числу закончить весь капитальный ремонт. На этой неделе рабочая группа проинспектирует дома номер 67 по улице Садовой и номер 4 по Губкино. В ближайшие дни по видам работа ценят дома и в северной части города. Диана Калединова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.